Здравствуйте! В эфире новости АТН. В студии Александр Тихонов. Коротко о главном. Ты лузер. Лузер и просто проходимец. Ты в своей семье разобраться не можешь. Понимаешь? Ты прячешься просто за семью, потому что ты не хочешь идти служить. Заклеймили позором и единогласно исключили. Как депутата Гурсовета Лесика не только из фракции Возрождения выгнали, но и лишили мандата. С слов заявителя, это как раз работники данного производственного сквейного помещения сообщали, что очень сильное горение, большая площадь. О людях в горячем здании узнали уже при тушении. В пожаре на Москалевке погиб 20-летний работник склада швейного цеха. Все для разминирования. Новое оборудование для ГСЧС Украины от Евросоюза в партнерстве с датчанами. Итак, подробности. Публичная опорка в стиле партсобраний КПСС. Депутат от Возрождения Андрей Лесик, который так превозносил СССР и дружбу с Россией, ощутил на себе наследие советского прошлого. Коллеги по фракции выгнали его единогласно из Гурсовета, лишив депутатского мандата. Вопрос о лишении Андрея Лесика депутатских полномочий стал одним из поводов для созыва внеочередной сессии Харьковского горсовета. В него Лесик пришел как представитель Ведроджиня, фракции под контрольной Кернесу, хотя является представителем украинского выбора Виктора Медведчука, кума Путина. И вскоре заявления Лесика пошли вразрез с заявлениями команды Кернеса. Если Ведроджинцы, как бывшие регионалы, критикуют Кабмин и фракции парламентской коалиции, но представляют себя патриотами Харькова, причем Харькова в Украине, то Лесик все чаще высказывался о России как братском народе, выступал за возобновление связей с ней, а в последние месяцы и вовсе вырывался из-под влияния харьковского мэра. Стал ходить на митинги коммунистов, а на день победы прикрепил к пиджаку георгиевскую ленточку, чем спровоцировал конфликт. Учитывая, что подобными действиями депутата его команды уже заинтересовались спецслужбы, Кернес не выдержал. И сначала на полицсовете принял решение выгнать Лесика из фракции Ведроджиня, а после и вовсе лишить депутатского мандата. И эта команда единомышленников вот здесь вот сидит. И люди, которые работают здесь, в интересах жителей города Харькова, которых знают. А ты бегаешь, где тебе интересней. Поэтому, уважаемые депутаты, я буду вас просить поддержать данное решение. То, что касается законности, незаконности, я хочу сразу сказать. Поживем, увидим. Сам Лесик посчитал, что его наказывают не за его непослушание, а за идеологию. Я шел с ними. Я считаю, что было бы правильно, если бы каждый депутат сделал, как я. И шел с ними рядом, с георгийской лентой, которую, я уверен, 9 мая 2017 года, а может быть и раньше, вы каждый оденете. Я так понимаю, мне выключили микрофон. Я был готов. Принимайте любое решение, только помните, что совестью торговать не нужно. И только оппоненты городской власти, представители фракции самопомощи, отметили, что, хоть и согласны с тем, что в зале Харьковского горсовета украинофобам не место, законодательных оснований для лишения Лесика мандата все же нет. И он может оспорить решение в суде, что опять использовать для пиара. Той прояв сепаратизма, украинофобии, который проявлял пан Лесик на каждых заседаниях, он непрепустимый. Но в тот же час мы на сегодня не имеем его заявки про выход из депутатов. Поэтому мы считаем, что нет законных подставок для того, чтобы голосовать и избавить его депутатства. Что касается коллег Лесика по фракции, то они на такие мелочи, как закон, решили не обращать внимания. Те, кто еще недавно с ним приветливо здоровались, единой рекой потянулись к трибуне, чтобы заклеймить соратника и признать, что в их команду затесался бездельник и скандалист, который оторвался от коллектива. Этот человек полностью дискредитировал себя, полностью дискредитировал себя, как член нашей команды. Этот человек скандал. Вокруг него постоянные склоки, вокруг него постоянный скандал. И самое главное, что во всех этих скандалах абсолютно печальный финал. За что он взялся и что он довел до конца? Какая система работы у этого человека? Да никакой. Время одиночек ушло. Время популистских лозунгов ушло. Харьковчане выбрали команду. Когда в этой команде есть человек, который не согласен с этой позицией и идет в разрез с этой позицией, и своими действиями портит общую репутацию команды, мы должны делать соответствующие выводы. Окончательно унизил и морально растоптал Лесика Геннадий Кернес, который не только раскритиковал его как депутата, но и вспомнил, как тот добивался должности главного санитарного врача, оставаясь при этом безработным, как пиарился на ветеранах и даже влез в его семейные дела. Ты лузер. Лузер и просто проходимец. Ты в своей семье разобраться не можешь. Понимаешь или нет? Ты прячешься просто за семью, потому что ты не хочешь идти служить в армию. Поэтому ты прячешься за свою семью, за своих троих деток. А твоим деткам нужно будущее и возрождение, а не папа без работы, который бегает, я еще раз говорю, как навозная муха. В итоге все представители фракции возрождения, как один, проголосовали за лишение Лесика депутатского мандата. Против был лишен сам. После этого Кернес в приказном порядке потребовал, чтобы Лесик покинул зал заседаний. Марина Николаева, Андрей Домовой, агентство телевидения новости. Впрочем, порция хамства досталась не только Лесику. Традиционно язвительные реплики были направлены в сторону оппозиции. Кернес не выдержал того, что ему не дают бесконтрольно распоряжаться городскими финансами. Оппоненты городской власти в местном совете, фракция «Самопомощь» уже не первый раз вызывают раздражение Кернеса. Вместо того, чтобы молча голосовать, депутаты задают неудобные вопросы, отмечая, в каких именно решениях уже заложены коррупционные схемы. Тот факт, что они отказались одобрить поправки к бюджету, не только заставил мэра нарушить регламент и отказать в праве задавать вопросы по другим пунктам повестки дня, но и перейти к откровенным оскорблениям. Что вам не нравится? Что вы смотрите на меня? Что вы смотрите, как бараны? Воздержались? Туалет этажом ниже. Вы думаете, что я вам хамлю? Да это вы хамы. Вы просто хамы. Вы не любите этот город. Бюджет, 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 бюджет. Когда вы уже найдете с этим? В очередной раз Кернес обвинил оппонентов в коррупции и выводе денег в офшоры, не предоставив доказательств. В отличие от самих депутатов, которые рассказали, как через офшоры в карманы российским олигархам уходят деньги из городского бюджета, которые должны были бы идти на ремонт дорог. Мне очень сомненно от вас слышать, что я как-то принижую честь и гидность харьковян. Вы знаете, Геннадий Адольфович, я сейчас проводлю встречи. Я сейчас выслуховываю от громады тие зауважения, которые накопились от простых харьковян. Так ось давайте дійсно працювати для громади, давайте дійсно використовувати бюджетні кошти нашого бюджету для громади, давайте дійсно працювати відкрито та прозоро. Давайте не займатися зневажанням один одного. Если у вас, кроме того, чтобы сотрясать воздух, есть еще какие-то доказы или аргументы, то давайте в студию, как-то скажут. Если у нас есть информация про то, что офшорная компания, которая владеет компанией Parking Plus, получила за последние 8 лет майже миллиард гривен и владеет этой компанией пан Медведев, має дотичність до нього, пан Медведев і олігархи з Росії, то ми це не просто говоримо, ми даємо цю інформацію в антимонопольний комітет робимо запит, ми робимо запит в Генеральну прокуратуру і нехай там розбираються. Ви не суддя, ви не… Річ идет о компанії Parking Plus, которая, являясь фаворитом тендерных торгов, за последние 8 лет получила з городского бюджета Харкова почти 850 миллионов гривен за ремонт и дорог. Как выяснилось, в рамках независимого расследования Харьковского антикоррупционного центра, основанного на документах Panama Papers, опосредованно соучредителями фирмы являются как чиновники и бизнес-партнеры Кернеса, так и российские олігархи. Причем дороги фирма строила по оценкам экспертов по завышенным ценам. Впрочем, мэр Харькова тут сделал вид, что он вообще здесь ни при чем и даже не понимает, о чем речь. Что вы называете фамилии разные? Российские фамилии, украинские фамилии? Чего вы их называете? Я понять не могу. В каком контексте вы их называете? Что вы сотрясаете воздух? Еще больше харьковского мэра расстроило напоминание о его недавнем прошлом, участии в пророссийских митингах с Георгиевской ленточкой, за которую сегодня на сессии из депутатов выгнали Лесика. Я думаю, что харьковяне знают, за что выходил наш городский глава на площадку, кто привносил русский мир в Харьков, кто обещал поломать ноги, руки, всем тем, кто защищает Украину. Это, по-перше, это, по-перше. Я прошу вас, пожалуйста, пусть говорит, у него язык без коси. Пусть говорит, но я вас прошу. Да у меня есть, что ответить. Да и обещал поломать руки и ноги. Но в рамках действующего законодательства я не могу сегодня установить назад памятник Ленину, который был свален, незаконно. Потратили еще около пяти минут на оправдание за невыполненные обещания и проблемы в коммунальной транспортной сферах, Кернес закрыл сессию. Марина Николаева, Андрей Домовой, агентство телевидения новости. На Москалевке горели производственно-складские помещения. В результате пожара погиб 20-летний работник предприятия. Еще один мужчина оказался в больнице. Клубы дыма, резкий запах гари и перекрытое движение. Сегодня утром на Москалевке горели производственно-складские помещения швейного цеха. На место было отправлено сразу восемь пожарно-спасательных отделений. В дежурную часть в 10.24 поступило сообщение о том, что по улице Гольдеровской 66 произошел пожар. Со слов заявителя, это как раз работники данного производственно-складского помещения, сообщали, что очень сильное горение, большая площадь. На момент прибытия спасателей площадь пожара составила уже около 500 квадратных метров. Огнем было охвачено все здание, а также находящееся внутри продукция. Со слов работников данного предприятия, они производили аппараты защиты органов дыхания, это противогаз. Сейчас устанавливается, почему горело и какой материал горел. Уже в ходе тушения пожара стало известно, что в охваченном огнем здании могут находиться люди. После того, как возгорание было ликвидировано, под завалами спасатели действительно обнаружили тело. Погибшим оказался 20-летний сотрудник этого предприятия. Его 53-летнего коллегу с ожогами и отравлением угарным газом забрала скорая. В 11.24 после того, как пожар был локализован, движение транспорта возобновили. Обстоятельства и причины происшествия теперь будут устанавливать эксперты-исследователи. Александра Новосел, Олег Мартынюк, агентство телевидения «Новости». В эфире новости АТН и далее в региональном выпуске. В руках у меня щуп, за допомогою которого прощупывается земля на минном поле. Если мы разминируем минное поле, сапер опускается на колено и перед собой прощупывает местность. Все для разминирования. Новое оборудование для ГСЧС Украины от Евросоюза в партнерстве с датчанами. У нее четырехкомнатная квартира, которую она получила в наследство еще от советской власти. И у нее один сын инвалид, и она пенсионер. То есть, соответственно, на нее это повлияет колоссально, с учетом того, что у нее одна пенсия. Уменьшение льготной площади квартиры. Кого коснется решение Харьковского гурсовета и когда начнет действовать? Как только опять появилось солнышко, как только дождик прекратился, повыезжали и гоняют, и гоняют, и гоняют. Прогнать гонщиков в Харькове решили ограничить передвижение на мотоциклах. Под запрет подпадают и законопослушные байкеры. Подробности в региональном выпуске через несколько секунд. Разминировать освобожденные от агрессора территории украинские спасатели смогут эффективнее. Новое оборудование на сумму 200 тысяч евро для ГСЧС Украины передал Европейский союз в партнерстве с датской группой по разминированию. Такой комплект пиротехника кардинально отличается от старых образцов, говорят спасатели. Компактный, легкий. Все элементы предназначены для поиска взрывоопасных веществ. А носить его можно прямо на себе. В руках у меня щуп, за допомогою якого прощупывается земля на мінном поле. Если мы разминовываем мінное поле, сапер опускается на колено и перед собой прощупывается местность. Мне удобно, например. Я себе так даже довольно, довольно себя почуваю в нем. В принципе, с ним хорошо працювать. И транспортование у него очень легенькое. Не имеет ничего лишнего. То есть, все, что необходимо, все в нем, как бы, есть. Бронежилеты, каски, навигационные системы – средства жизнеобеспечения в полевых условиях. Благодаря этому оборудованию украинские саперы смогут быстрее и безопаснее проводить разминирование минных полей на освобожденных территориях, говорят специалисты. Это для пошуга неразорвавшихся боеприпасов. Этот прилад работает на глубине до трех метров, в зависимости от типа боеприпасов. В большинстве, это боеприпасы, мы знаем, после обстрелов градами, ураганами, смерчами. Современные легкие минноискатели, подаренные европейской стороной, украинские саперы испытывают прямо на месте. Три режима. Первый режим – 15 сантиметров глубины, второй – 30, и третий – 45. Удобно, конечно. Раньше приходилось носить блок с собой. Наушники, куча проводов, большая палка. Я так в общих чертах скажу, что не замудрять. Тут же все просто упростили в одном корпусе. Блок питания, управление, под наушники, режимы, татушка, штанга. То оборудование, ту экипировку, которую мы сейчас сегодня передали, конечно, подбирали самые лучшие профессионалы, мировые. И, в принципе, так, как будут работать эти четыре команды, так работают, в принципе, самые лучшие в мире. Так что мы хотели передать самое новое оборудование, мы хотели передать то оборудование, которое нужно на этот момент украинским службам. До конца мая европейские коллеги будут помогать бойцам ГСЧС овладевать новой техникой. А уже в начале июня все оборудование отправится в зону разграничения – Донецкую и Луганскую области. Да, по всей линии разграничения, то есть обстрелы идут постоянно, есть горячие точки, там Марьенко, Широкино, то есть, ну, очаги периодически возникают в разных направлениях, поэтому, в принципе, это оборудование будет работать по всей линии разграничения. Светлана Дашкевич, Вячеслав Кузьменко, агентство телевидения новости. До конца года льгота по уплате налога на недвижимость пока останется прежней. Об этом сегодня рассказали налоговики. Ранее городской совет принял решение об уменьшении льготной площади квартиры до 60 квадратных метров. Однако это нововведение в Харькове будет действовать только с начала следующего года. Решение об уменьшении площади квартиры, на которую полагается льгота по уплате налога на недвижимость, было принято в начале этого года. на сессии городского совета. Депутаты проголосовали за то, чтобы льготный метраж жилплощади уменьшился вдвое и составил 60 квадратов. Также горсовет установил максимально допустимую налоговую ставку в размере 2% от минимальной заработной платы. Однако это нововведение в Харькове начнет действовать только с 1 января 2017-го, утешают налоговой. До конца этого года льготируемая жилплощадь останется прежней – 120 квадратных метров для квартир и 120 для частных домов. То есть мы в 2016 году работаем по правилам и порядке, которые действовали в 2015 году. А с 2017 года, если не будет никаких еще дополнительных изменений, то уже гражданину, владельцу квартиры 80 квадратных метров придется уплатить налог, потому что местные советы потеряли это право, начиная с 2016 года, и льготируемая площадь будет применяться четко по налоговому кодексу. Со следующего года за каждый дополнительный квадратный метр квартиры свыше 60-ти, харьковчанам придется оплатить около 25 гривен. Внушительную сумму придется выложить владельцам трехкомнатных квартир, собственниками которых часто являются пенсионеры, получившие жилплощадь много лет назад или те, кому она досталась по наследству. Кроме того, дополнительные растраты, чуть больше 70 гривен, теперь частично коснутся и жителей двушек, многие из которых были построены в советские времена по стандарту 63 квадратных метра. Горожане жалуются, если раньше по старым нормам налог в основном платили люди с достатком выше среднего, то теперь это ударит больше всего по представителям среднего класса. Метраж квартиры, как правило, зависит от состояния хозяина. Средняя прослойка, которая будет от 60 до 120, и им придется платить, как правило, у меня есть знакомая пенсионер. У нее четырехкомнатная квартира, которую она получила в наследство еще от советской власти. И у нее один сын инвалид, и она пенсионер. То есть, соответственно, на нее это повлияет колоссально, с учетом того, что у нее одна пенсия. Ну, у меня, допустим, не трехкомнатная, а у меня однокомнатная, но все равно. Я думаю, ее ударит, конечно. А вот у сына трехкомнатная, тоже ж ударит, наверное, по нем. Ну, конечно, это плохо. А вот изменения налогообложения транспорта, рассказывают специалисты, уже действуют. Если до конца 2015 года налог на автомобиль платился в зависимости от объема двигателя и срока использования автомобиля, то сейчас он зависит от возраста машины и ее среднерыночной стоимости. Таким образом, под налогообложение попадают все владельцы роскошных авто стоимостью больше миллиона гривен. Среднерыночную цену каждого транспортного средства определят в Минэкономразвитии, утверждают налоговики. С учетом марки машины, модели, года выпуска и еще нескольких параметров, владельцам вип-машин придется заплатить государству налог в размере 25 тысяч гривен. Лариса Говина, Александр Проценко, Владимир Борох, Агентство телевидения новости. В Харькове решили ограничивать передвижение на мотоциклах. Так, депутаты Горсовета решили бороться с уличными гонками. Правда, под запрет подпадают и законопослушные байкеры. Всем им просто запретят передвижение по центральным магистралям города. Решение установить условные шлагбаумы для мотоциклистов в Горсовете объясняет прямой заботой о харьковчанах. Мол, байкеры устраивают уличные гонки на городских дорогах, что опасно как для пешеходов, так и для тех, кто проживает в близлежащих домах. Из-за рева двигателей по ночам невозможно уснуть, тем более открыть окна. Поэтому, предложили чиновники, они решили обратиться к полиции, чтобы те активнее реагировали на нарушителей и следили за скоростным режимом. А еще, уже решением сессии запретили владельцам мотоциклов использовать несертифицированные запчасти, например, прямоточные глушители и, что самое главное, закрыли проезд байкам по основным магистралям города, проспектам Наукель, Валандау, Гагарина, улицам Пушкинской, Сумской, Клочковской, Героев труда и Площади Свободы. Этот список, говорит Кернес, будет уточняться. В него могут попасть все улицы, где находятся больницы, школы, детские сады. Как только опять появилось солнышко, как только дождик прекратился, повыезжали и гоняют, и гоняют, и гоняют. Причем, не у всех людей металлопластиковые окна, не у всех людей сегодня есть желание закрывать там, фрамугу или еще как-то. Люди хотят открыть окна весной, летом, посидеть во дворе, погулять по улицам, перейти дорогу нормально. А у нас что происходит? У нас жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Мы собрали уже, извините, поломанных заборов, а сколько мы собрали уже сегодня косточек у этих людей. Оппоненты городской власти и Деюкернеса бороться с уличными гонками поддержали, но отметили, что это скорее прерогатива полиции. Говорят, неплохо было бы проверить владельцев байков на использование запрещенных глушителей, а вот запрещать передвижение мотоциклов по городу незаконно. Есть люди, которые просто используются таким транспортным засобом, у кого есть у властности мотоцикли, который, например, проживает на одной из тех улиц, по которой будет заборонено рух такого транспортного засоба. В таком случае, человек фактически избавится возможности пересуватися по городу. И, на нашу думку, вот такое от обмежение, оно потом в подальшому может быть использовано саме для того, чтобы застосовывать и притягать до ответственности таких людей. И они будут избавлены возможности пользоваться мотоциклами, а те, кто гоняли и порушили правила дорожного движения, они будут гонять и порушивать. Более того, отмечают депутаты, это повод оспорить решение горсовета в суде. Тем более, что среди мотоциклистов такое решение городских властей уже вызвало возмущение. Ведь для большинства из них байк не запрещенное хобби, а средство передвижения. А как тем людям, которые у них реально тихие мотоциклы? Они не создают, скажем так, высокочастотные звуки, да, и не препятствуют, скажем так, спокойствию города. Нужно это все пересмотреть. Я езжу на мотоцикле, это мое единственное транспортное средство, у меня нет автомобиля, я передвигаюсь на нем на работу, езжу каждый день. Поэтому я только против решения этого горсовета. Почему? Потому что если ограничат центральные улицы, я просто не смогу добираться на работу. Владельцы мототехники уверены, штрафовать необходимо только нарушителей, а не наказывать всех поголовно. Веренмода, Марина Николаева, Андрей Домовой, агентство телевидения новости. Всем ли по душе газонокосилки во дворах остается под вопросом, но на этом мы вынуждены закончить наш эфир. Напомню, в студии работал Александр Тихонов. До свидания.